МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, и пройдет уже в девятый раз. Мы обещали это сделать на прошлой неделе, когда разбирали некий конфликт между деловыми организациями, общественными организациями и министерством, но, тем не менее, он разрешился, и форум стартует, большая объемная программа, мы ее представим после 12.06. А в первом часе у нас гость, губернатор Кировской области Игорь Васильев. Игорь Владимирович, прямо сейчас в студии. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Мы регулярно встречаемся в этой студии, смотрим на текущую работу правительства и губернатора. И, конечно же, сегодня просто в обычном режиме, для того, чтобы текущую деятельность разобрать, встречаемся. Вопросы от слушателей не собирали, у нас своих накопилось достаточно. Но первый вопрос, я думаю, волнует все. А у слушателей будет возможность как-то позвонить? Нет, мы не принимаем сегодня звонки от слушателей. Игорь Владимирович, в следующий раз делаем прямую линию. Записывать и потом... А это надо делать в формате прямой линии. Мы обязательно это сделаем, конечно. Хорошо. Хорошо. Наметим на следующий месяц и сделаем прямую линию. 28 марта, напомню нашим слушателям, депутаты областного законодательного собрания одобрили административную реформу, проведенную правительством Кировской области. Утвердили кандидатуру Александра Чурина на должность председателя правительства. Фактически одобрили разделение полномочий губернатора и главы правительства. Кировчане, конечно, много обсуждали. И мы тут тоже в студии много обсуждали с экспертами, гостями. Необходимость этого решения. И графика работы губернатора. И беспокоились люди, не переедет ли губернатор в Москву, и не будет ли дистанционно управлять. Но Игорь Владимирович здесь. И здесь он бывает практически каждую неделю. И вся деятельность московская в отчет. Почти вся. Хотя мне кажется, что не вся. А можно я сразу чуть-чуть переверну вашу сентенцию? Вы как-то так странно сказали. Бывает каждую неделю. Я вот с момента назначения президентом раз и навсегда окончательно переехал в Киров. Вместе с семьей. Да, вместе с семьей. И дом здесь. Я каждую неделю бываю в Москве или в других городах Российской Федерации. Здесь я живу. А в Кирове я живу и исполняю обязанности губернатора. Отлично. Отбили, Игорь Владимирович. Отбили. Да, совершенно верно. И мы, конечно, следим за Фейсбуком, потому что в Фейсбуке есть страничка губернатора Васильев. И мы видим сообщение о той деятельности, которая проводится и в Кировской области, и в Москве. Но есть ощущение, что, конечно, не все туда попадает. Поэтому мы хотели бы поподробнее узнать, вот как складывается ежедневная работа губернатора Васильева в новых условиях. Вот в условиях административной реформы. Давайте, во-первых, начнем, наверное, все-таки с того, что нет никаких новых условий. Я вот попытаюсь там, боже упаси, не поправить, а расставить эти оценки. Хотел сказать, что губернатор, он был, есть и будет высшим должностным лицом в регионе, в чьи обязанности, как прежде, будет входить и кадровая политика, и вопросы, связанные с бюджетом, вопросы проведения текущей, так сказать, работы. То, что состоялось, это появилась должность председателя правительства. Причем, я думаю, что вот так же мы несколько раз с вами обсуждали, что всегда есть в обществе запрос на, ну, так называемый, местных, так сказать. Местные кадры. У нас вырос местный кадр, который, ну, доказал своей работой возможность исполнять обязанности председателя правительства. А это такое вот текущее управление ежедневное, да. Ну, наверное, я, может быть, приведу чуть более понятный пример, наверное, даже на примере вашей радиостанции, так сказать. У вас же есть акционеры. Конечно. Есть совет директоров. А есть оперативное ежедневное, так сказать, управление. Это вот, наверное, примерно такая модель, как и в большинстве регионов Российской Федерации, да и на федеральном уровне теперь реализовано в Кировской области. То есть ничего нового не произошло. Никакого разделения, так сказать, властей, о котором мы любим, так сказать, посудачить где-то на кухнях, его нет. То есть, если я верно понимаю, в регионе просто сейчас есть два человека. Это вы и председатель правительства. Есть одно высшее должностное лицо. Одно высшее должностное лицо и председатель правительства. Как положено по Конституции Российской Федерации, это губернатор, который несет полноту ответственности и не управляет регионом ни в коем случае, как в фильме «День выборов», я напомню, дистанционно, да, там один из персонажей, так сказать, руководил, а живет в Кирове и занимается своими обязанностями. И появилась должность председателя правительства, которое осуществляет текущее ежедневное руководство, оперативные вопросы. Я почему уточняю? Потому что получается сейчас так. Когда вы в Москве, например, там на заседаниях комиссии госсовета, в регионе всегда есть человек, который может принять важные решения. Абсолютно верно. Ну, собственно, так было и раньше. Совершенно верно. Так было и раньше. Но мы очень подробно, на самом деле, разбирали этот вопрос, когда Игорь Владимирович приходил с Александром Чуриным, для того, чтобы пояснить, как именно будет работать эта схема. Поэтому нас сейчас интересует московская деятельность, вот сейчас ваша, Игорь Владимирович. Давайте поясним слушателям, чем именно занимается госсовет, в три комиссии которого вы входите. Ну, вы знаете, у нас вот в таком, как уже, наверное, и журналисты его неоднократно называли, супер-указы президента Майского, было 12 национальных проектов, которые охватывают основные стороны жизни, так сказать, любого человека, без исключения, это демография. Я не буду их себе перечислять, они известны, так сказать, образования. Причем часть из них взаимопересекаются. И вот есть 12 руководителей рабочих групп госсовета, и в каждом из этих рабочих групп есть несколько направлений. Вот Кировской области в моем лице доверено заниматься вопросами образования в рамках проекта наука и образования, вопросами здравоохранения в рамках проекта демографии и здравоохранения, цифровой экономикой, цифровыми услугами, и подготовкой кадров для экономики в рамках проекта экономика и финансы. Вот четыре проекта, которые мы вместе с коллегами из Кировского правительства, с коллегами из всех 85 регионов и ведем. Заседания рабочих групп проходят, как правило, два раза в неделю. Две рабочие группы мы решили объединить, и это было поддержано администрацией президента, поскольку, как мне показалось, и коллеги меня поддержали, нельзя говорить о подготовке кадров для экономики в отрыве от национального проекта образования. Иначе мы непонятно, чему будем образовывать, и непонятно, какие кадры готовить. И вот эти рабочие группы мы проводим совместно. Как это происходит, здесь никакого секрета, так сказать, нет. Мы заранее подбираем вопросы, рассылаем их участникам рабочих групп, приглашаем экспертов, собираемся либо в Москве, либо, как вот будет сейчас, 21 мая в городе Выборге, Ленинградской области, на международном форуме молодых учителей. Поскольку вот мне лично показалось, и коллеги меня поддержали, что нельзя упустить такую возможность, когда соберутся почти там несколько тысяч молодых педагогов, мы посчитали необходимым провести заседание двух рабочих групп подготовки кадров и образования вместе с молодыми педагогами, которые, как я неоднократно говорю, через 10-15 лет возглавят эти процессы, так сказать, в нашей стране. Мне кажется, важно, чтобы они пришли со своими идеями, со своими, так сказать, историями успеха, а мы с ними вместе пообсуждали, какой должна быть школа будущего. Кировские учителя там тоже будут представлены. Кировские учителя там тоже будут, конечно, безусловно. Игорь Владимирович, а насколько часто вот такая практика реализуется, когда члены Госсовета, рабочих групп не в Москве заседают, а по регионам ездят? Да, практически всегда по регионам. Вот, скажем, у нас уже состоялось президиум Госсовета, который обсуждал итоги деятельности вот такой рабочей группы Госсовета по направлению строительства, городская среда, благоустройство. Оно проходило в Казани. Там и городу есть что показать, так сказать, и республике есть что показать. Поэтому, мне кажется, вот это абсолютно правильная практика, когда не только в Москве, скажем, где-то на Старой площади или в другом, не менее, уважаемом месте, а в регионе, который может показать, что такое благоустроенная городская среда, так сказать, что такое, скажем, вот почему очень важно встретиться действительно с молодыми педагогами на форуме. Там, кстати, будет участвовать и Лена Шмелева, руководитель центра «Сириус», так сказать, да, еще целый ряд, так сказать, коллег. Обменяться опытом, посмотреть, что хорошего есть в Ленинградской области. И у нас, вы знаете, Светлана, да, запланирована была поездка. Я, к сожалению, не смогу в ней принять участие, но я думаю, что будет очень достойно представлен Киров. Мы хотим выехать в Финляндию и посмотреть на опыт строительства небольших школ в локальных городах до 10-15 тысяч человек, то, о чем я докладывал президенту, так сказать, из местных материалов именно, из клееного бруса, так сказать, достаточно недорогие, мобильные, быстро возводимые. Деревянное домостроение, да? Да, но уже с настоящим спортивным залом, с настоящим концертным залом, с настоящим залом для занятий, так сказать, творчеством, в котором сначала могли бы заниматься дети днем, а вечером приходить их родители, взрослые, и тоже как-то, ну, проводить достаточно успешно, так сказать, свой досуг. Потому что, честно говоря, вот, вы знаете, мы, наверное, неоднократно это, я повторюсь еще раз, что мы ставим перед собой задачу, наверное, как все родители и руководители, для того, чтобы у нас дети выросли здоровыми и образованными. Но чем выше уровень образования человека, это правда, абсолютно, тем больше требований он предъявляет к социальному окружению, к работе, которую он сможет получить, к уровню заработной платы. И что самое главное, к благоустройству того города и к тем социальным благам, которые сможет получить по месту своей жизни. Мне кажется, что вот такие современные, я даже не назову это школой, а у меня большая просьба, если вы там окажетесь, посмотреть на... Там, в Финляндии? Да, это уже меня пригласили. Мне кажется, правильно состав таких делегаций, включайте представителей журналистского сообщества, общественности, учителей, чтобы сразу как-то в комплексе видеть, чего мы хотим добиться, какие стандарты сюда принести, и, честно говоря, чтобы это были не завиральные идеи. Знаете, как вот была шутка, не получится в этом 2000-м, получится в следующем 3000-м году. Вот не дай бог, чтобы нам вот так не действовать, а привозить именно те идеи и проекты, которые могут быть реализованы здесь и сейчас. А мне кажется, у нас даже в рамках частного государственного партнерства, об этом, наверное, тоже стоит сказать, у нас сложились очень неплохие взаимоотношения с целым рядом трудовых коллективов и предприятий, которые готовы вместе с нами, так сказать, по этой стезе идти. Один из них – это Юферев Николай, так сказать, и... Компания Хольцхаус. Хольцхаус, да. Мы прервемся сейчас на полминуты, и еще задам несколько вопросов по строительству деревянных школ и ФАПов. Это очень важная, на самом деле, поездка в Финляндию, потому что передовые школы, куда съезжаются специалисты со всего мира, чтобы познакомиться с этим опытом. И это что-то совершенно новое в нашем регионе. И когда ты сталкиваешься с такими новостями... Да не только в регионе, а в стране. В Кирове, в Кировской области могут быть построены современные деревянные школы, практически западного образца, может быть, и выше, верится с трудом. Разберем этот вопрос после короткого перерыва. Губернатор Кировской области Игорь Васильев у нас в студии. И мы сейчас говорим о строительстве деревянных социальных объектов в нашем регионе. Это действительно новая история, новое направление. Правда, о ней давно говорили. Но я понимаю, что всё-таки у нас сложились экономические условия для того, чтобы это можно было реализовать, поскольку в Кировской области несколько очень сильных мирового уровня деревообрабатывающих предприятий. Одно из них – Хольцхаус, совместно с которым будет осуществляться поездка на следующую неделю правительства Кировской области в Финляндию для того, чтобы познакомиться с опытом передовых финских школ. Я позволю себе процитировать господина Путина, нашего президента. Владимир Владимирович, 7 мая на большой встрече, которая была посвящена реализации национальных проектов, сказал следующее. Нас зацепила эта фраза. «Отмечены сбои финансирования отдельных направлений нацпроектов». Мы об этом уже говорили и с коллегами из ведомств, и председатель правительства этому уделял внимание. Знаю, что собирал по этому вопросу коллег, все вопросы обсуждались. Но я обращаю внимание коллег из правительства, что необходимо в кратчайшие сроки, но не в спешке, не в попыхах, а качественно закрывать правовые долги, снять все финансовые вопросы, устранить другие организационные пробелы, например, в обязательном использовании типовых проектов при строительстве социальных объектов. Значит ли это, что деревянные ФАПы и школы, о которых мы сейчас ведем речь, и которые не типовые, смогут получить финансирование по нацпроектам? Вы знаете, я думаю, что мы вот ровно по этому пути, который вы сейчас привели, цитату президента, и идем. У нас сейчас проекты школ из современных материалов, я бы не стал говорить деревянных, потому что иногда это ассоциируется со школами 50-х Горубского. Это совершенно современные технологии. Недавно на Рейге построен 23-этажный высотный дом из клееного бруса. Это местный материал, который, безусловно, будет обходиться нам дешевле, дает работу нашим же предприятиям. Совершенно верно. И мы идем сейчас по такому пути. Мы заканчиваем государственную экспертизу типового проекта школ из местных материалов, в том числе из компании Хольхаус. То есть уже разрабатывается проект типового? Он уже разработан, он уже заканчивается государственная экспертиза, которая включает в себя требования пожарных, экологов. Там очень много, так сказать, я надеюсь, что она попадет в типовой проект Министерства строительства Российской Федерации в ближайшее время. А мы у себя уже имеем реализованные проекты. Я напомню вам, в прошлом году проходил лесной форум, и здесь на площади стоял очень симпатичный, из клееного бруса фельдшерско-акушерский пункт. Так вот, докладываю. Если кто-то еще не знает, он уже установлен в Лузском районе и успешно работает. Сейчас компания Хольхаус вместе с правительством Кировской области разрабатывает проект такой школы в Поседово, не так далеко. Я надеюсь, что микрорайон будет меняться, так сказать, на глазах. У нас сейчас в ближайшее время там же в Лузском районе должен появиться спортивный объект. Вот в таком самом современном, так сказать, исполнении тоже в частном государственном партнерстве. Тоже деревянный. Тоже Хольхаус. Совершенно верно. Из современных материалов. Ну, и я надеюсь, Светлана, вот будет возможность, в том числе, я просил бы и вас, наверное, подключиться к этой истории, потому что Юферев Николаев вот с компанией занимается такими общественными пространствами в Подмосковье, так сказать, и уже есть объекты, это и остановки, так сказать, да, и в ленточном парке недалеко от Москвы, так сказать, такие павильоны, где можно отдохнуть. Я считаю, что это имеет право, так сказать, на то, чтобы Киров был, не знаю, зачинщиком моды, так сказать, и все это происходило здесь в том числе. И тогда, может быть, какая-нибудь рабочая группа госсовета и с этим опытом будет знакомиться к городу Кирове. Ну, давайте помечтаем, вот рабочую группу госсовета, я, наверное, это в моих силах, так сказать, здесь провести в ближайшее время, скажем, по вопросам здравоохранения либо образования, либо лекарственного воспрещения, так сказать, да. А давайте помечтаем о том, чтобы вообще президиум госсоветов с участием президента, премьер-министра, всех федеральных министров состоялся в Кирове. Мы же с вами такой опыт уже имеем, у нас проходил совет по муниципальным образованиям, который проводил Владимир Иванович там два года назад, да. Вот, вы знаете, мне кажется, что один путь на сегодняшний день существует, он правильный по получению федеральных денег, по получению признания, по встраиванию их программы, это быть лучшими в своей отрасли. Тогда нам начинают доверять, нас начинают включать в различные проекты. Я хочу привести пример и напомнить всем, так сказать, может быть, это, ну, не сразу как-то вот так отложилось на слуху, но на последней коллегии Министерства природы господин Валентик, это руководитель лесной отрасли Российской Федерации, сказал, что по итогам 2018 года Кировская область стала лидером по исполнению переданных полномочий в лесной сфере. Вот это очень приятно. На последней коллегии Минздрава, так сказать, Вероника Игоревна Скворцова назвала нас лучшим регионом по цифровизации здравоохранения. Конечно, есть проблемы. Есть проблемы, связанные с наличием узких специалистов, есть проблемы с совместительством, есть проблемы... Вы знаете, всегда есть проблемы у человека, который заболел. Это объективно. Нужно понимать, что люди никогда не приходят ни в больницу, ни в поликлинику в таком, знаете, в самом лучшем приподнятом настроении. В цветущем состоянии. В цветущем состоянии. И мы должны сделать все, чтобы и они тоже сказали о том, что медицина в Кировской области лучше. Но пока очень многие регионы голосуют за это рублем. Приезжают сюда, получают медицинскую помощь, а мы с вами получаем дополнительные доходы бюджетных. Да, Игорь Владимирович, что касается медицинского обеспечения и обеспечения образовательными услугами, то мы видим, что сразу несколько районов, Шабалинский, Яранский и Кельмесский, очень активно критикуют, не без поддержки партийцев, от партии Родина, да, за это активно выступают, и уже они там митинги организуют, и рассказывали здесь про это, против закрытия малокомплектных сельских школ, с одной стороны, и надо сразу сказать, сколько там человек, мы это подчеркивали всегда в эфирах, 10, 12, 15 человек в этих школах. И также указывают на нехватку врачей в местных больницах, включая и глав врачей. Мы видели ответ Дмитрия Александровича Курдюмова, который писал, что да, действительно есть эта проблема, и мы видим, что кадровый вопрос стоит остро. Но что касается малокомплектных сельских школ и кадровых вопросов, госсовет обсуждает это? Наверное, обсуждает, и самое главное, так сказать, вот то, что должно родиться в результате обсуждений, то, что любой ребенок в Российской Федерации, независимо от того, где он проживает, должен получать одинаково качественное образование. Это не значит, что должны, боже упаси, закрываться малокомплектные школы, так сказать. Нам нужно, наверное, все-таки думать над тем, как обеспечить, в том числе, вот я применю, вот здесь я применю это слово, дистанционное, так сказать, обучение, у нас есть центр в Кирове, мы знаем, что сегодня у нас в области порядка 60% малокомплектных школ обучается в них всего лишь 17%, так сказать, детишек. И, конечно, обеспечить их всех полноценным качественным образованием в таких условиях тяжело, давайте применим это слово. Но мы не должны ничего закрывать, первое. Второе, так сказать, мы должны подумать о том, как тот процесс, который сейчас начался регионализацией, когда мы принимаем, в том числе, малокомплектные школы на уровень области, опорные школы, начиная их финансировать, собирая лучшие педагогические кадры, которые нужно постоянно обучать. Вот наша главная задача, боже упаси, я хочу, чтобы наши слушатели это услышали, ни в коем случае не закрыть в первую очередь школу, а дать детям возможность получить качественное образование, найти себя в жизни, независимо от того, где они проживают. И, конечно, есть вопросы, в том числе и по Иранску, и Шабалино, и по другим районам, связанные со здравоохранением, с подготовкой кадров, с насыщением узкими специалистами. Мы над этим работаем. Мы сейчас за последние три года достаточно серьезно переориентировали наш медицинский университет на подготовку именно тех кадров, которые нам нужны. А подчас, знаете, как происходит? Как в сельскохозяйственной академии. Мы готовим человека зоотехникам, а потом он тоже важной и нужной и уважаемой профессией лечит хомячков или небольших собачек. Это нужно, это важно. Но прежде всего все-таки мы должны готовить кадры, которые нужны в экономике, так сказать, области. И такая задача поставлена. И вот сейчас вот в Кельмезе практически три терапевта ведут прием, три врача общей практики, два акушерогинеколога, два хирурга, два педиатра, два стоматолога, инфекциониста. И вот это такая большая, тяжелая, но интересная и благодатная работа. И нужно понимать, что медицинские кадры готовятся долго, сложно и трудно. Подготовив и направив туда, их нужно в том числе на месте, так сказать, удержать. А это не делается митингами. Но, тем не менее, мы должны быть благодарны людям, которые все-таки обозначают эти проблемы для того, чтобы мы их вовремя увидели и начали решать. Но путь здесь один. Подготовка кадров, первое. Второе. Создание достойных условий труда. А это и ремонты больниц, и ремонты поликлиник, и современное оборудование, и обеспечение лекарствами. И транспортная доступность. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Потому что молодежь не поедет. Совершенно верно. Мы начали с того, что восстановили, вы все прекрасно это знаете, санитарную авиацию, которая позволяет все-таки наиболее тяжелых больных в рисковых случаях быстро доставлять и оказывать высоко технологичную помощь. Ну и, честно говоря, по поводу транспортной доступности, все-таки достаточно активно занимаемся дорогами. В этом году мы начинаем, и я думаю, что достаточно быстро это завершим, опаре на Альмешу, нашему многострадальную дорогу, направляем туда большие, так сказать, деньги. Дорожный фонд наполняется достаточно уверенно. Цифры по ремонту дорог есть. И отрадно, что даже кировчане сейчас могут отметить, что еще на календаре, так сказать, 15 мая, а несколько улиц уже отфрезерованы, сделаны, положены даже двойным, так сказать, слоем, ну, как положено, так сказать, асфальт. И впереди у нас весь сезон. То есть мы начинаем правильно торги до сезона, так сказать, начинаем работы очень вовремя, и используем вот наше короткое северное лето, так сказать, по максимуму. Да, в этом году вы отметили все, что работы начались в апреле. Никогда, по-моему, такого не было. Ну и погоды никогда такой не было. Ямочный ремонт. Я припоминаю прошлые майские праздники, когда шел снег, мягко так скажем. Катастрофа была просто в конце апреля. Но вы знаете, я хочу сказать, что тем не менее все службы в такой погоде оказались готовы, уже провели торги, отыграли все конкурсы и сразу смогли начать работу. Вот это очень важно. Прервемся сейчас на короткую рекламу. Уйдем на нее чуть-чуть пораньше, потому что у нас есть еще несколько важных вопросов. В частности, нас интересует... Мы вернемся просто к работе правительства и губернатора, к кадраму вопроса, поскольку буквально вчера вышла новость о том, что Максим Николаевич Кочетков получил назначение в Казахстан. Мы его, конечно, поздравляем, но нужно понять, кто теперь будет замещать эту должность. И, собственно говоря, вообще, насколько изменилась ситуация с кадрами в правительстве, потому что она тоже вызывала много вопросов на своих местах, не на своих, устоялась, не устоялась. Ну, да. После перерыва поговорю. После перерыва поговорю. Хорошо. Мы вспоминали о том, что вчера была публикована новость, и стало известно, что Максим Николаевич Кочетков получил назначение в Казахстан, торговый представитель Российской Федерации в Казахстане. Это очень значимая должность, потому что очень большие объемы торговли между Казахстаном и Россией. Ну, вообще крепкие связи. И что нужно тут сказать? Нас нужно пожалеть, что уходит такой специалист, или поздравить с тем, что из наших рядов, из нашего правительства человек получает назначение? Знаете, вот меня овладевают смешанные чувства, так сказать. С одной стороны, наверное, мы должны все радоваться тому, что Кировская область действительно становится такой кузницей кадров. Когда вы совершенно правы, что, во-первых, большой товарооборот, во-вторых, это все-таки особый союзник, да, то, что касается Белоруссии, Казахстана. Это стратегические партнеры, которые, думаю, раньше были одной страной, так сказать, и мы их, наверное, никогда не должны потерять. Это действительно самый большой товарооборот, это одно из самых крупных торговых представительств, так сказать. Поэтому, конечно, мы им радуемся. С другой стороны, мы понимаем, что человек негодный и ненужный, и неспособный, так сказать, никогда бы такого назначения не получил. С другой стороны, мы с вами понимаем, что правительство, вообще любой, так сказать, аппарат управления, это не догма, не застывшая масса, которая должна постоянно меняться. И меняться в лучшую сторону, так сказать. Нет секрета в том, что кто-то не сможет работать в том темпе, который правительство набирает. Кому-то поступит предложение, так сказать, в бизнес, кто-то, наоборот, придет из бизнеса. Но мне кажется, то, что сейчас, так сказать, происходит, и тот тренд, который наметился на то, что мы объективно, та команда, которая работает в Кировской области, становится лучшей в России в лесу, становится лучшей в России в цифровизации, становится лучшей в России в МФЦ, если касается там. Вы знаете, вот мы, в отличие, наверное, от многих регионов, очень хорошо и спокойно прошли близкую вам тему переход на цифровое телевидение. Очень грамотно сработало наше министерство, так сказать, и Юрий Иванович Палюх, так сказать, его руководитель. Несколько раз они у нас были в эфире, профилактически объясняли, поясняли все там до мелочей. Абсолютно толковые люди, так сказать, да. И вот мне кажется, то, что на них начинают обращать внимание, так сказать, федеральные власти, а мы, наверное, с сожалению, но с другой стороны, с гордостью, так сказать, можем людям говорить о том... Палюха тоже забирают? Слушайте... Хороший вопрос, кстати. Перестаньте. Я имею в виду, что надо всегда думать о том, что, ну, должен быть рост, профессиональное признание, так сказать, да, но и в то же время не на пустом месте, так сказать. И вы знаете, мы, наверное, с коллегами выбрали все-таки такой, как мне кажется, так сказать, на правильный путь, да. Мы должны стать лучшими во многих областях, и вот будучи лучшими, так сказать, мы сможем демонстрировать свои успехи, а за это будем получать дополнительные деньги путем включения в различные программы. Вот это абсолютно правильный путь, который уже дает свой успех. И вот здесь вот, возвращаясь к административной реформе, все-таки хочется задать вопрос и понять, кто конкретно отвечает за кадровую политику в правительстве, кто сейчас осуществляет выбор и говорит последнее слово, вот этот человек будет министром, этот человек... В Кировской области. Я вот с чего начал, тем и заканчиваю, так сказать. Вот вы посмотрите, просто устав, и там все написано. А можно я еще немножечко тем кадров продлю? Но при этом губернатор слышит практически всех, в том числе и общественную палату. Есть уже человек, который я являюсь, который заменит Максим Николаевич. Кто придет на место Кочеткова? Я бы сейчас вот не торопился. Вы выбираете из местных специалистов или смотрите и иногородных? Ну, мы видим, что Максим Николаевич в обычном рабочем режиме и сегодня, и вчера проводит все необходимые встречи. И будет работать всюду до конца недели. И работу. У нас остается до завершения программы 10 минут и еще несколько вопросов. Вопрос, который касается не только горожан, не только жителей города Кирова, но, я думаю, что и всего региона. Вопрос с очень важной территорией и, я бы сказала, такой исторической даже местностью. Это те здания бывшего училища Квату, а еще ранее принадлежащие епархиальному училищу Вятской епархии. Шесть зданий, напомню, были переданы Вятской епархии. И были встречи по этому поводу и с Марком, который руководит нашей епархией, и с метаполитом Кириллом, я знаю. И вы тогда говорили, и в пресс-релизах было сказано, что обсуждали подготовку к празднованию 650 эти раз. Но по поводу подробностей этого празднования не очень было понятно, какое участие церковь там может принять и будет принимать. А второй вопрос – это восстановление комплекса зданий Вятской духовной семинарии, конечно. Потому что мы видим, как они пустеют, мы видим, как они потихоньку разрушаются. Это не может нас не беспокоить, потому что место, ну, место такое очень значимое для горожан. Может быть, есть еще какие-то подробности по этому поводу? Ну, давайте, я не думаю, что здесь, наверное, уместно будет сейчас говорить о каких-то деталях. Я бы сказал свое, так сказать, видение, если можем там подискутировать. Первое – по поводу роли и места православной церкви в праздновании 650-летия предстоящего, так сказать. Все-таки это огромная часть нашей истории. Это Великорецкий крестный ход, это великолепные монастыри, это Трифонов монастырь, это Спасская икона. Вот об этом мы разговаривали с Владыкой Марком и с Святейшим, так сказать, Кириллом. И получили его одобрение на возможность использования средств федерального бюджета, в том числе на получение для восстановления Трифонового монастыря. Вот сейчас мы занимаемся вместе с Владыкой Марком таким эскизным проектом, подготовкой проектно-сметной документации, потому что, мне кажется, нужно использовать такие даты для того, чтобы в том числе восстановить вот такие древние, так сказать, святыни, которые имеют огромное значение не только для Кирова, а для, там, православия, так сказать, в целом. То, что касается территории Квату, это не только здание, это еще и большая, так сказать, территория, которая должна стать все-таки, наверное, жемчужиной украшения в городе. Нам удалось завершить процесс получения из Минобороны этих земель. Это те земли, которые в собственность области передаются? Да. Не епархии, а в собственность области? Нет, конечно. И там нужно будет вместе с городом, вместе с общественниками, вместе с членами градостроительного совета, наверное, приглашать действительно серьезных архитекторов, и решать вопрос в том числе и транспортной заступности, потому что если там будет появляться все-таки жилье дополнительное, значит, к нему нужно как-то добираться. А мы с вами видели вот то, что происходило там с открытием торгового центра МАКСИ, слава богу, так сказать, быстро нашли громадное решение, но здесь уже не обойтись. Нужно строить дублеры, так сказать, Октябрьского проспекта. Это большая серьезная задача. То, что касается и пархиальных зданий, мы обсуждали и с Ладыкой Марком, и с Кириллом, с Патриархом, что вот мое мнение такое, что это все-таки должно быть такое общедоступное, в том числе и для горожан, в какой-то части, так сказать, истории. Это не просто замкнуто, где кому-то чего-то учат там церковники, так сказать. Это, наверное, должно быть место и детским воскресным школам, так сказать, и занятиям различными видами, так сказать, искусств, которые там рядом с благословением, так сказать, росло. Да и видами спорта можно заниматься. Абсолютно верно. То есть таким вот светлым местом, в которое хотелось бы прийти к горожанам с детьми в том числе. То есть не противоставлять друг другу, так сказать, да. Ну, такое, я бы, знаешь, мне даже сложно говорить, так сказать, за... Епархию. За епархию, но мы все-таки думаем, мне кажется, примерно одинаково. Что это должно быть очень светлое место, в которое хотелось бы прийти, прийти с детьми, приобщиться в том числе к православной культуре. А, вы знаете, наверное, таких примеров много, да, вот и в воскресных школах, так сказать, в различных регионах России. Да и у нас, собственно говоря, есть православная гимназия. Вот что-то подобное хотелось бы увидеть на месте тех зданий, которые придутся в репорт. Кроме того, что они захотят, ну, как-то там свое вот... Ну, то есть это не за высоким забором духовной семинарии, исключительно ради церковных там каких-то целей? Слушайте, ну, церковные цели в отрыле от людей же не бывают. Это мы с вами только что за эфиром, так сказать, говорили о том, что все-таки, наверное, вне зависимости от того, от силы веры или вообще веришь-не веришь, хорошо бы по воскресеньям людям где-то собираться, так сказать, да, если это будет церковь, это тоже неплохо. Ну, надо понимать, что, конечно, церковь и церковные дворы, это всегда были общественные, прежде всего, пространства. Они есть сейчас. Они есть сейчас. И вот здесь, конечно, мы и с Владыкой Марком, и с Патриархом Кириллом имеем абсолютно такую вот, как мне кажется, там она может отличаться в деталях, поскольку есть технологии, так сказать, обучения, процесс там свой внутренний. Но то, что это должно быть светлое место, используемое совместно с городом, так сказать, здесь никаких вопросов нет. Понятно. Вот так и будем двигаться. Ну, вот от такого светлой, такой истории, к истории достаточно серьезной и проблематичной. Накануне майских праздников появилась информация о строительстве нового объекта по утилизации отходов в Мородыково. Было множество звонков и к нам в редакцию, и членам общественной палаты, с вопросами и жалобами, самое главное, да, на отсутствие информации по этому объекту. Ну, соцсети традиционно страшно пугают. Нет, все задают вопрос, почему решение принято, а ни с кем не обсудили. Подожди, вот, во-первых, что в новостях было, да, сказано было, что к 23-му году на месте объекта по уничтожению химоружия начнет работать производственно-технический комплекс по утилизации и обезврежению отходов первого и второго класса опасности, да, высокого класса опасности. Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Начать работу по перепрофилированию предприятия должны уже в этом году, а за пять лет вложить пять с лишним миллиардов рублей. В целом, к концу 2024 года планируется ввести в эксплуатацию семь таких комплексов, это в стране. Людей волнует, что это все значит. Вот, смотрите, это значит то, что эти объекты исключительно находятся в ведении правительства Российской Федерации, на них уничтожалось химическое оружие, и мы с вами были свидетелями того, что это прошло на высочайшем уровне, безаварийно, впервые в мире, так сказать, было уничтожено огромное количество химического оружия, это никак не повлияло на безопасность, экологию, так сказать. Сейчас принято решение о том, что за 2023 годом, после периода рекультивации того, что осталось от уничтожения химического оружия, так сказать, будет перепрофилирование этих предприятий. И с 2020 года начнется подготовка документации соответствующей, и я надеюсь, и уверен в этом, не надеюсь, абсолютно уверен в этом, что как раз и будем заниматься в том числе и общественным обсуждением, подготовкой проектов, о том, что будет, в какие сроки, в каких объемах, какое количество рабочих мест, какие инвестиции придут в Кировскую область, что это будет, это ни в коем случае не будет, знаете, вот что-то связанное там с привозом чего-то мусора, так сказать, куда-то, да, это в любом случае высокотехнологичное производство, которое уже существует на этом объекте, и уже имело дело с гораздо более серьезными опасностями того, с чем там обращались, как бы, да. Вот сейчас, мне кажется, преждевременно обсуждать что-то, пока идет процесс рекультивации того, что осталось от уничтожения химического оружия и подготовки к возможному использованию всех семи объектов, это и комбарка, и ряд других, которые находятся в Приволжском и в Уральском федеральном округе. Это те самые объекты, на которых уничтожают схема оружия. Совершенно верно. И вы знаете, долго обсуждалась их судьба о том, как, и мне кажется, что позитив в том, что выделяются деньги на то, чтобы там создавались новые высокотехнологичные рабочие места. Вот здесь задача как раз информировать общественность о том, как это будет сделано, какое внимание будет уделено вопросам безопасности, в том числе промышленной, экологической. И при транспортировке. Абсолютно верно. Но пока эти вопросы обсуждать достаточно рано. Как только будет появляться программа, я обещаю вам, что мы это сделаем понятно, открыто, вместе с федеральным правительством. А сейчас то, что принято такое решение, и то, что выделяются деньги, это очень положительная история, поскольку всех волновала судьба этих объектов. Будет ли продолжено их промышленное использование? Вот сейчас дан ответ. На них выделяются деньги. Давайте вот будем реалистами и будем смотреть. И вот, Светлана, мне очень удобно, так сказать, к вам апеллировать, поскольку я, ну, говорю, это не праздные слова, действительно, вы члены общественной палаты, это очень активная, так сказать, организация. Сегодня будет 15.30 как раз комиссия по экологии. Давайте очень спокойно, так сказать, этот вопрос будем обсуждать, поскольку сейчас уже запланированы и уже выделены деньги, это плюс. Второе, то, что будут сохранены рабочие места, это тоже плюс. Все вопросы, связанные с экологической безопасностью, с тем, кто будет оператором, кто будет готовить, так сказать, проектно-смертную документацию, кто будет заниматься переоборудованием объектов, это предстоят большие и серьезные обсуждения. Они со следующего года начнутся, я так понимаю. Есть определенный график в правительстве Российской Федерации, начнутся с 2020 года вся эта история. Игорь Васильев был у нас сегодня в студии, губернатор Кировской области. Игорь Владимирович, мы планируем на июнь месяц прямую линию с нашими слушателями, будем собирать вопросы заранее по телефону и в интернете, будем принимать звонки, это уже будет в июне. Сейчас благодарим вас, хорошего дня. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok